Всем доброго утра, сегодня 15 авто, 2021 год, приехал в город Береслав, сейчас она в автостанции, искать говняную трубу, которая сливает все береславское говно в наш Днепр. На планете каждый хочет жить, в первозданной красоте природы. Мы должны планету сохранить, чтобы жить и созидать могли народы. На охране окружающей среды мы отчизной призваны стоять, чтобы мир, не ведая беды. Чистым воздухом все время мог дышать. Экология, экология, слову Родина ты аналогия. Оглянись, посмотри всюду жизнь, и с природой навек подружись. Экология, экология, экология. Сразу за автостанцией такой канальчик, который идет в Кахульское водохранилище. Затем уже кудем, спускаюсь вниз, и сразу тут какое безобразие творится. На красоту вокруг, там поля, луга, леса и реки, мы с тобою, призванный мой друг, сохранить их чистоте навеки. Оно, яхта тоже как-то была. Будем искать эту трубу, слювную. Говорят, здесь не одна, но по дорогу. Говорят, стадион какой-то тоже, где мы выделили, тоже пропалы деньги. Ну, это же у нас хотели строить. Ну, трубы когда-то тут были, да? Вот это где-то тут. Ну, это экология, экология, слову Родина ты аналогия. Оглянись, посмотри всюду жизнь, и с природой навек подружись. Все равно сливают, потому что у меня бабушка пока что сказала, что тут много труб таких, которые сливаются. Говорят, даже машины подъезжают, вот это, которые выкачивают, все, и в днек все спускается. Ладно, будем дальше на ту сторону Канадского. Вот такая вонница, где-то вот, и с природой навек подружись. Вот это, конечно, сходим, как эту трубу. Это вот сразу отражал слуху. Ну, вот это они показали, бывшая труба здесь была, я заглушили. Это рядом сразу с автостанцией. Ну, вонь, все равно, вот сейчас стою, вонь, зловоние страшное. Где-то она протекает, все равно просачивается. И судя по то, что здесь рядом, творится-то, что-то здесь вытекает. Какая-то гадость. Вот такие водоросли. Вот такие лагушки, я смотрю, там вот. Ну, вот такая ситуация. Рядом автостанция идет. Канальчик такой. Здесь все люди рыбку ловят. А запах зловонный и страшный. Сверху магазинчики какие-то. А тут вот мусорня такая. Главное не вступить. А вот это канальчик. Нашел я как. Фу. Она все еще течет. Мне сказали, что заглушили. Вот она. Фу, кошмар. Это одна из них. Мы пройдемся, посмотрим, откуда же она течет. Вон, вон, вон. Там вижу. Как я дам добраться, не знаю. Такая водичка. Фу. Так что никто ничего не заглушил. Течет. Это дерьмо. В Днепр. Вот она туда вытекает. Вот здесь еще одна была речушка. И дерьмом. Подсохла, наверное, все-таки. Здесь не течет. Во противогаз хотят деть. Не маска. И все, видите, течет. Вот вам откуда берется такая экология. Почему дохнет рыба. Цветет днепр. Появляются зеленые водоросли. И тому подобное. Говорил я с многими коренными жителями Береслава. Они сказали в 60-х годах. Здесь были очистные сооружения. Затем, куда они поделись, неизвестно. В настоящее время. Вот, я знаю, в 90-х годах государство выделало Береславу в то время, когда доллар был по 5 гривен. Миллион долларов. Миллион долларов. За эти дни можно было построить очистные с позолоченными трубами. Куда эти лени делись, неизвестно. Очистных нету. Зато есть в Береславе парк красивый аттракционов. Дороги убитые. Работы нету. Вот так они жалуются. Две тети. Они только что загорали. Здесь мне рассказали, как им живется. Радости никакой. Кроме как выйти позагорать пару часов. Поднять иммунитет. Вот это у нас Береславский пляж. И только что мне две бабушки жаловались. Даже позагорать некуда прийти. Это непонятно что. То ли туалет не сорить. То ли раздевалка. Люди нашли вот тенечек. И сидят себе. На самом пляже еще нашел целебный источник. Который стекает. Водохранилище. Сейчас он немножко пересох. Но недавно что-то здесь какая-то гадость текла. Вот такой Береславский пляж. Сейчас я не буду затрагивать проблемы Береславских дорог. Стратегического назначения. Береслав является очень важным городом. Поэтому такие дороги. Чтобы никакой враг не посмел сюда даже подумать. Сунуться. Не все в Береславе так плохо есть. И моменты, которые... В нашем новом, новостворенном Береславском районе так много спортсменов. И так много людей, которые занимаются физической культурой и спортом. И которые имеют надею, что наши дети также будут заниматься спортом. И наша Береславская громада будет самой спортивной, самой здоровой в Северной области. Волейболу среди женщин и мужчин. Мини-футболу, насильного тинісу, шашок, шахтів и гиревого спорта. И мы очень надеемся, что сегодня победит сильнейшая команда. И 24-го, да? 26-го, извиняюсь, в середине вы принимаете участие после Украинских соревнований. Здоровья и побед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы запрошуем до слова на гибриття змагань заступника міського голови Книщенко Тетяну. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Шановні учасники змагань присутні, щиро вітаю вас в Береславе. Спорт хочет нас перемагати. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот так. Здесь в Береславе хорошие моменты. Красивый парк. Спорт. А с очистными не повезло. А зачем они нужны? Можно и в говне жить. Да, можно жить и в говне, когда бьют такие чистые, красивые фонтаны. Остатки крепости Кизы-Кармен на берегу водохранилища. Сразу же рядом такой шикарный парк. ПОДПИСМЕНТЫ ЗАЧЕМ БЕРЕСЛАВУ АЧИСНЫЕ? АПЛОДИСМЕНТЫ КОТОРЫХ НИКТО НЕ ВЕДИТ А это всё на виду. и все красиво. А то, что город тонет в говне и топит Непск и другие города. Это совсем никого не волнует. Потратили деньги на эту красоту. Спасибо. А экология и все успеет. По подсчетах некоторых ученых через лет 50 но это уже было давненько когда подсчеты вели и Днепр высохнет. И опять эта проблема не волнует. Улаживать деньги никто не собирается. Это нужно со своего кармана. Нет, государство не дает. Когда и дает на что-то то их быстренько украдут и раздерибанят. Контролирующие органы также берут взятки и закрывают глаза на это все безобразие. Доброго дня. Приехал из Новой Каховки шукать трубу с говном как оттычет в Днепр. Тут таких труб ой-ой-ой. Посмотрел парк красиво, да? Ну, то, что Береслав в говне тонет и топит Днепр и другие города никому не надо. Построили парк видно, а вот очистные нифига, да? А говорят, что были когда-то в 60-х годах очистные у вас, да? Да, были, да. Были даже там наверху. Я не знаю, в районе хлебзавода не доходя хлебзавода туда вверх. И куда они делись? Вони в земле. Ну, в 90-х давали миллион долларов на очистные. Ну, они между собой потихоньку поделили оцей миллион. Да. Выше стоящий начальник. Ну, пойдем и так, то, что никаких земляных работ. Не, я там нашел возле автовокзала сказали, что заглушили. Но я нашел, оно течет там. Это воняет и течет прямо там и труба, и ручереб, все течет. Да, на каждом это оно самое, где стояли старые производства, где новые эти сами стоят, вот эти все магазины, то, что и тому подобное. Дома, все туда бежит, все в Днепр бежит. А знаете, от киля вот тут течет? От киля. Не знаете? Ну, я не знаю, я не местный. Так я вам прошу. С того дома, да и удивились, что течет, а то весь пошлик квартал пользуется вот этой канализацией. Не выкачивает из того дома никто. А то подсоединились в каждую квартиру хозяйник там и магазин там все, да? Это они подсоединились из дома отготрубайли там таки... Люди ж не виноваты, им должно тут вот власть что-то решать эту проблему, а не люди. Люди не могут... Ну, деньги они собирают тут людей законодательства. Люди платят. А, да, платят за... За что платят? Ну, за говно. За говно обслуживание. А дети купаются. Дети купаются, рыбку ловят, да. Ну, куда ж он гадится? И никому ничего не надо. Ну... А кому надо? Это же уже от Каховки, да, Борис Лавонова. Думаю, так что это инженер приехал за эту самую канализацию шукать. Да. Пожалуйста, хватит шукалку. Прошлый год. Это надо местного кого-то брать из этого. Не, мне поразвали. Ну, я нашел трубину. Просто надо поднимать. Это иначе... Так на кому? Водолазы, я спрашиваю. Водолазы говорят, дно... Это страшно смотреть на это дно. Какой вон там... Кораллы целые повырастали из говна. Я взял этот весик, купил у нас тут, так, и почтал. Прошлый год забрал, ищу, вылазу, нашу, 2 миллиона грошей. Корцун забрал. За неиспользование. Ну, должны ж дают, им дают срок, когда бюджет погашается, должны использоваться. Я понимаю, что ж ты делаешь? А, держат, чтобы где-то стырить. Им, кто врятувал свит. Свит врятували. Рятуйте еще город Береслав. До свидания, славный город Береслав. Пора уже возвращаться домой. Больше я не искал целебных источников. Достаточно этого. Хотя люди говорят, их здесь очень много. Нет геноцвали. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели...